Я пытаюсь дилей сделать. Помните этот момент? Вставай, Джимми, играй. Он такой... А его током фигачит. Нет, он просто почему-то не мог играть. А, потому что у его отца или брата как раз за этой электрогитарой фигануло. Да? Да, его там типа подключили к электричеству. И типа он начал играть, его убило током. И поэтому он типа не хотел играть на этой гитаре, боялся. Я первые пять секунд думал, что это отсылка на Эдди Мэнсона из «Очень странных дел». Нет. Нет. Слушай, вот если вы помните... Антон диско, посмотри, классный фильм. Индийские фильмы, они, кажется, вообще родоначальники светового шоу на дискотеках. Потому что там что-нибудь тусы, помнишь, нет? Я плохо помню этот фильм. Старый вот. У них прям вот эти лампы, которые нас подсвечивают, они были в тренде там. Да? Да. Ну вот мы сегодня в тренде. Друзья, всем привет. Это новый выпуск Мификал-подкаста. Как всегда, вместе с вами Рустам Хакимов, Данил Пересторонин и Айдар Нагуманов. Непревзойденный. В данный момент Айдар Нагуманова не превзошел никто. В чем? В подготовке выпуска в ПРО. Сегодня у нас, ребят, Махатма Ганди. Бум! Пушка. Мы не просто так пели, а эти индийские песни. Я думаю, Ганди и Пушка в одном слове, это как-то первый раз произнесено вообще. Ганди заряженный, но не стреляет. Причем же этот язык очень сложный, да? У него нет корней. Индийский? Да, он же отдельная... Отдельная языковая группа, да. То есть, если ты какие-то языки можешь так или иначе примерно понять, да, то здесь прямо надо с нуля. С нуля. Так, ну, традиции. Что знаете про Махатму Ганди? Я много знаю. Так, как выяснили, да? Он лысый был. Да. В очках. Так. Напомню. Худой. Худой. Часто голый ходил. Часто голый ходил. Ну, это не по своей воле, ладно. Правда, что ли голый? Так, Рустик. Если не ошибаюсь, он был из достаточно обеспеченной семьи. Так. Он вроде был юристом. Ну, адвокатура, тут что-то такое. Да-да-да, все правильно. Он, кстати, сиделец. Его часто крепикают, да. Да, мы про это поговорим. В тюрьму его сажали часто. А в чем заслуга-то его? Я вообще не знаю. Что-то докопался для меня. Он, если не ошибаюсь, он как раз очень важную роль сыграл в период, когда британская колония. Ну, грубо говоря, он вышел против этого. То есть он сказал, что мы отдельно. Мы без вас. Мы независимая Индия. Мы независимая Индия, да. Это его самая главная заслуга. Это индийская Жанна Дарк. Индийская Жанна Дарк. Правильно? Пусть будет так. Ты знаешь, как этот Махатма переводится? Да. А Ганди? А Ганди – это фамилия. Ну, как она переводится? Нет. Что она означает? Давай расскажи мне. А что такое Махатма как? Махатма – это Великая Душа, это не имя, кстати. Это прозвище. Причем, вот прикинь, у него такое мощное имя, да, Великая Душа, Учитель, ну, а Ганди – это торговец, лавочник. А, ну да. Сейчас понятно будет, почему. Ну что, начнем? Начнем. А прежде чем мы начнем наш выпуск, подпишитесь на канал, поставьте лайк, подпишитесь на Телегу, подпишитесь на ВКонтакте. Где слушаете, там тоже что-нибудь нажмите, наверное, можно нажать. На Яндекс можно сердечко поставить, на Спотифай можно выизбранное добавить, вот такие действия сделайте. Да. Помогите нам в продвижении нашего канала. Да. Спасибо большое. Мухандес Карамчанд Ганди. Так его звали на самом деле. Родился он в 1869 году в портовом городе Порбандари, что находится на западе Индии. Он происходил как раз-таки из влиятельной семьи торговцев и землевладельцев. Видимо, оттуда и фамилия. Видимо, да. Отец занимал пост дивана княжества Порбандар. Извините, дивана? Дивана. Так называли главных министров в городе. Раскладной. Я знал, что это будет, я подготовился. Что дивана и так далее. Ладно. А тахта? Да? К этому ты готовился? Софа. Тахта больше похоже на индийское слово. Ну да. Да. Ладно, большое влияние на мальчика оказала его мать, которая даже по индийским меркам была религиозная. Ты помнишь, когда мы были в Индии, там же все на религии повернуты? Вот это на индуизме и прочем. Ну у них же четыре, да, основных этих ветки. Религии? Или про что? Про касты? Да. Нет, про религия. Индуизм. Мусульманство. Христианство. Христианство и буддизм. Нет, еще этот джаизм и сихизм. Ну их там типа меньше, я так понимаю. Нет, у них основные вот как раз таки сихизм, индуизм, буддизм и джейзм. А мусульманство и христианство, оно как бы позже там появилось. Ну позже появилось, а если ты совсем корейский? Они там родоначальники. Родоначальники, да. Ты прав. Почему вы постоянно говорите, что когда мы были в Индии, вы как будто туда ездили на 20 лет преисполняться? А там по сути, ну как в Интерстелларе, понимаешь, вот эта планета, где один день за 7 лет. Да. Ну ты же пьяный там ходил каждый день. Нет, кстати, он вообще не пил. Да ладно. Ну не ври уж, ладно. Нет, там пьянит воздух. То, что было в Индии, он преисполненный. Пьянит воздух там. Да. Там вообще энергетика безумная. Ладно, не буду утащить. Так вот, да, поэтому, собственно, благодаря матери все его детство проходило в постоянных посещениях храмов, в молитвах, во всех вот этих штучках религиозных. И это, собственно, очень сильно повлияло в дальнейшем на его взгляды в будущем. Учился он средненько, получил образование в местной школе, потом уже он начал ездить в другую школу, в город Раджкот. Там его заинтересовала юриспруденция. Там он прям начал уже активненько изучать законодательство и так далее. Но при этом ему на тот момент там лет 12, где-то 13. Это уже хайскул, стыль? У них, да, уже так было. Вот, в 13 лет, кстати же, родили, родили, родители женили Мохандеса на его ровеснице по имени Кастурбай. Скоро с коей он и прожил до конца своих лет. Кастурбай – это женское имя? Да. В 19 лет Гандзи… Подожди, стой, в 12 лет его женили. В 13 лет женили родители. Там это норма, да? Да, да. У них же… На такую свадьбу аниматоры заказывают. Вместо ведущего просто аниматор. Хотел бы провести такую свадьбу? Ну, это вообще… 13 лет. Ну, нет, в смысле, в Индии. Ну, нет, вообще… Ну, это конец 19 века. Очень сильная религиозная страна. Там, в принципе, родители решают вроде, да? Да, да. Там культ взрослых – это 100%. И сейчас то же самое там, да. Ну, там типа более светским стало государство. То есть можно уже там не в 13 лет, а условно там до совершеннолетия уже дожить. И по самому в некоторых семьях даже выбрать себе супруга. Но авторитет взрослых, то есть до сих пор там такое сохранилось. А касты, извиняюсь, касты до сих пор же там есть? Касты. И еще есть такая штука… В общем, касты – это же типа по… Типа если ты торгуешься, ты торгуешься. То ты торгуешься, да. А есть еще сословия. Так. Условно, дворянство и прочее. Вот они как там варные, вашные, как так называется. Это тоже все сохранилось. До сих пор. До сих пор. Мы это еще обсудим тоже. В 19 лет Ганди по совету семьи собирается отправиться в Лондон, чтобы получить там уже высшее образование и стать юристом. Но к тому моменту его отец уже умирает, и у семьи тупо нет денег на то, чтобы отправить его в Лондон, потому что это очень дорого. И даже чтобы купить билет на пароход до Лондона, он продает приданное драгоценности своей жены. Три года в Лондоне он живет. Эту учебу ему дается нелегко. И в целом это время для него тяжелое, потому что он с детства вегетарианец, как и многие верующие индийцы. Соответственно, денег нет. А покупать здоровую пищу, вот такую нормальную, вегетарианскую, ему не хватает денег. Он живет на хлебе и шпинате. А, там же еще вроде в этом университете как бы кормили студентов, но кормили как раз-таки мясом, да? И он не мог просто есть это мясо. Поэтому ему приходилось покупать отдельно себе еду. Она стоила дорого. И вот он мог себе позволить только хлеб и шпинат, по сути. Офигеть. Да, и он три года вот так вот учится. В итоге получает диплом Бористера. Это адвокат высшей категории в Британии. И отправляется, собственно, на родину. Тут он задумывается над тем, как помочь своему народу. Потому что он с детства глубоко религиозный человек. Он переживает. У него вот это чувство, как сказать, сочувствие, вернее, к своему народу и близкому у него очень обострено. Вот. И он как бы думает, как помочь, что сделать. Начнем с того, что изучим вообще, что у нас такое Индия. Он целый год катается поездом по Индии. Бедность, нищета, обозленные вот эти пассажиры в поездах. Он все это видит. На него это... Он понимает, что все просто ужасно. На него это уныние нагнетает и так далее. И он уже твердо решает, что я хотя бы начну права своих сограждан защищать. Открывает в Бомбее практику. Депутацию хотел сказать. У меня это же как Питер, да, у нас? Типа того, да. Очень густонаселенный город. Большой. Муравейник. Очень много, естественно, беззакония. Мелкого, но тем не менее. Открывает он адвокатскую практику и проваливает первое же свое дело. Ну и в целом, как бы, немножко забегая вперед, адвокат он был так себе. Он учился же в Англии. Или там были английские законы, когда на колонии была? Юриспруденция – это не совсем про законы. Это скорее про права. То есть ты приходишь, изучаешь просто небольшую часть, именно которая касается твоей страны, но основы юриспруденции, они для всех одинаковые в целом. Для всех стран в мире, что ли? Ну, так или иначе, они же британская колония. Ну да. Поэтому там очень много британских законов. То есть есть какие-то отдельные ответвления для индийцев. Поэтому, ну, не идет у него дело с адвокатурой. И тут ему приходит предложение от брата. Типа, есть варик поработать в Южной Африке. То есть открыть там свою практику и параллельно работать на одного араба-мусульманина. Он там, какое-то у него дело. И вот, в общем, его вести все эти дела. Тоже со стороны юриста. Он такой, что бы нет, погнали. Едет в Южную Африку. Там, надо сказать, что очень большая индийская диаспора. Но белые, вернее, воспринимают индийцев как темнокожих наравне. То есть апартеид полнейший. Ну да, в Африке как раз в то время. Да, 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 да. Все еще прям очень сильные империалистические настроения. Очень сильная колониальная вот эта политика. Но там, как ни странно, он заслуживает репутацию отменного юриста. Хотя в Бомбее он ни одного дела не выигрывает. Вот. Но там, может быть, чуть попроще были дела. Но не знаю. Кто украл козу? Да. И становится, естественно, очень влиятельным членом диаспоры. Настолько влиятельным, что ему начинают доверять дела не только индийцы, но и белые люди, которые там живут, достаточно высокопоставленные. Это уже признание. Это уже прям признание. Да, с ним начинают считаться местные власти даже. Вот. Он учреждает индийский конгресс колонии Наталь. И открыто начинает обсуждать идеи борьбы с неравенством, которая там вот вовсю процветает. Ганди удалось превратить десятки тысяч индийцев в единую политическую силу, которую уже власти не могут игнорировать. Потому что они начинают в едином порыве какими-то вещами заниматься, там, митинги устраивать и так далее, и так далее. Он собирает 10 тысяч подписей против неподъемного для индийцев по душевого налога в 25 фунтов в год. Его в итоге снижают до 3 фунтов. О, это прям хорошо. То есть это прям очень сильно, и он облегчил жизнь вот там с десятком тысяч индийцев. После этого, после этого, там, несколько лет он работает в Южной Африке и вновь возвращается в Индию, потому что душа болит за родную страну. И вот он вообще в целом переживает, типа, как защитить права граждан, при этом не применяя насилие, обойдя без жертв, потому что он все-таки религиозный чувак. Ну да, он сам же верующий человек. Очень глубоко верующий. Он, типа, против насилия. Прям в крайней степени. И ответы к нему приходят вообще неожиданно. К нему в руки попадает книга Льва Толстого. Ба! Да ладно, какая? Называется она «Царство Божие внутри вас» или «Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание». Я что-то впервые слышу про этот труд. Занятная книженца. Да, это больше философский труд. Это не художественная литература. И вот это, прочитав, вот это, собственно, труд Толстого, они, кстати, современники. Они жили в одно время. У него очень сильно меняется мировоззрение. Он разрабатывает новую концепцию поведения для своих граждан. И, ну, такая, там, целая философская теория. Когда он ее придумал, он не знал, как ее назвать. И он даже объявил конкурс о том, типа, ну, что автору самому крутому названию он выплатит какой-то там гонорар. А он уже при бабках? Ну, так или иначе, да. Он с Африки возвращается очень влиятельным человеком. С плюс-минус каким-то капиталом. Вот. И не знаю, насколько был честный этот конкурс, потому что побеждает его племянник. Маганлал Ганди. Ну, ладно, реально, может, прикольную версию предложить. Ну, давай сейчас услышим, скажем. Называется эта концепция сатья-граха. Идеально. Очень хорошо. Что является сочетанием двух слов. Сат – это истина, и а граха – твердость. То есть твердость убеждений в истине. Теперь я понял, почему наши родители любят ездить в сад. Это истина, пацаны. Сад – это истина. Там только сад-то. А, блин. Да ничего страшного. А вот тебе не хочется еще в сад купить, поехать? Что-нибудь посадить, огурцы свои поесть? Я, в общем, так скажу. Я недавно лежал на пляжу, и позади меня две женщины взрослые обсуждали. Говорят, все лето в саду промаялась. Все лето. На свою голову купила, насажала, и не могу. И я такой думаю, не-не-не-не, тогда нет. Я думал об этом. Ну, то есть появляется в какой-то момент вот этот вот запрос. Желание учесть участочек. Оборачиваюсь назад, а там нет женщин. Это все в моей голове. Нет, реально, женщины были. Ладно, все, извините. Просто нет, а у тебя нет желания сад купить? Вообще нет. Огородик. Дача есть желание, сад нет. А чем дача от сада? СНТ-шник. Дача – это, ну, просто место, куда ты можешь приехать, отдохнуть и уехать. Ничего тебе там делать не надо. Нет, чтобы не на земле, вот чтобы что-то. Нет, не хочу. Огородик нет желания. Огурцы свои. Как пушечку. Как пушечку. Ну, потому что он сказал сад. Все, пошло. Триггерное слово. Пишите, есть ли у вас сад и хотите ли вы себе участок. Вот это закрутили. По статистике много. Чего я потерял? А, так вот, да. Насилие – это воплощение рациональности. К врагу надо обращаться рассудительно без злобы. А в ответ на агрессию надо сохранить самообладание. Чтобы обрести подобную силу духа, Ганди принял обет целомудрия. Вел спартанский образ жизни и очень подолгу постился. Спойлер, ему это очень поможет. Я не понял, зачем еще раз он вел обет? Целомудрия, то есть обет безбрачия для себя. Спартанский образ жизни, то есть аскетизм полнейший. Я понял, а мотивация? Мотивация – это чтобы отбрести такую твердость и непоколебимость. Силу воли вырабатывать себе такую. На своем примере потом уже. А потом на своем примере, собственно, показывать, что вот так вот можно делать, ребят. Такие убеждения вскоре стали серьезным политическим оружием. Его взгляды пришлись по душе многим европейским и американским общественным деятелям. На родине Ганди достижения тоже не остались без внимания. С легкой руки его стали называть Махатма, что и называет, собственно, Великая Душа. В целом он проповедовал так называемое гражданское неповиновение. То есть это сознательное нарушение каких-то несправедливых для индийцев законов. Надо понимать, что колониальная страна, как правило, угнетенная страна. То есть все законы направлены на высший свет, либо, короче, на белых, то есть британцев, либо на очень маленькую верхушку индийцев, которые там при бабле, при власти и так далее. Я вот хочу отметить, он же вообще приехал с Европы, да, он насмотрелся, посмотрел, как люди живут в целом. С Лондона ты имеешь в виду? Да, он вернулся юристом, таким, да, как бы знающим права людей, образованным. И он, на самом деле, был реально в шоке, как вот на его глазах, допустим, британские там какие-нибудь полицаи, да, грубо говоря, могли беспричинно избить палками какого-то местного жителя. Да. И для него это просто шок. Он не понимал, почему в их стране это не принято, а здесь, типа, это за здрасте можно делать. Не понял, в Индии не могут палками давать? Нет, в Индии, в их стране, в смысле, в Британии не принято бить палками, а здесь чувак просто так может огрести. Да, все, да, я понял. В Индии, кстати, так, я видел видосики. Такие взгляды, такие нравы. Ну, они вот так вот держат порядок, потому что мы больше это обсуждали, да, почему это происходит. Да, это все-таки религиозная тема больше, мне кажется. Серьезно? Да, потому что чуваки не хотят работать, они привыкли, типа, к перерождению. Это, типа, одна из многих жизней, я здесь ничего не буду делать. И там могут плевать на законы, точно так же. Типа, в следующей жизни отчитаюсь. Я исправлюсь. Да, я исправлюсь. Они как бы не агрессивные, они просто лентяи, короче, максимальные. И лентяи, но иногда и агрессивные в том плане, что там наркотой там, написано, торговать и так далее. То есть это же, ну, нехорошо, по идее. И они все это списывают на то, что, ну, если я что-то неправильно делаю, в следующей жизни мне это накажется. Ну, они прям сильно боятся местных полицейских. Очень сильно боятся, потому что вот мы купались на Гуа, и реально, то есть, если подъезжала полицейская машина, и из нее в граммофон кто-нибудь ругался, они вообще прям столбенели. А на нас это не распространялось. Я в один момент, помнишь, даже подумал, что это нам кричат. Да, да, да. И испугался, и там чувак говорит, не парьтесь, это нас не тронутся. Это, говорит, нам ничего не будет. При этом ты нарушаешь законы сознательно, и должен также сознательно отсидеть весь положенный срок. По сути, экстремист. Ну, так или, ну, как сказать экстремист? Он считает несправедливым многие законы. Ну, очевидно, что... Полит заключенный, вот так, правильно сказать. Нет, я имею в виду со стороны власти. Понятно, что со стороны народа законы были несправедливыми. Да, да, да. А власть, да, так его и воспринимал частенько. Ну, это опять же власть колоний. Колониальная власть, да. Впервые к такой вот сатья-грахе, то есть к тактике ненасильственной борьбы, Ганди призвал еще в Южной Африке. Индийцев в 1906 году. Тысячи людей в Натале и Трансваале уходили с работы, устраивали мирные митинги и забастовки. По сути, это то, к чему мы сейчас привыкли во всем мире. Это норма, считается. Если ты чем-то не согласен, выходи на митинг, устраивай забастовки. Это европейцы задали тон. Представляешь, смотрю, как студенты, французы там вышли, что-то им не понравилось. Как раз-таки нет. Знаешь почему? Потому что в Франции это страна бунтов и революций. Там очень все жестко. Все всегда кровало, все до соплей, если так можно сказать. Да, то есть там погромы, там убийства, там избиения и так далее. То есть это прям насилие-насилие. А здесь максимально мирно. Все, я понял. Это, наоборот, получается от индусов, что ли. Но это очень перекликается с их религией. Типа, ну, подначить их на это, на мирную забастовку, это ты никого не обижаешь, но в то же время отстаиваешь. Ты не портишь себе карму тем, что ты что-то плохое делаешь, ты просто... Ты просто бездействуешь, ну, грубо говоря. Ну, заявляешь. Ну, заявляешь. Да. Мохандеса, естественно, очень часто арестовывали, но потом отпускали очень быстро, потому что у него был безумный авторитет среди местного населения. И как только его арестовывали, там начинались уже такие прям... Приходили к стенам тюрем, приходили к стенам судов и так далее. И все боялись, что начнутся беспорядки из-за того, что он в тюрьме. Но в результате индийцам удается добиться смягчения некоторых дискриминационных законов. Новости об этом, естественно, разлетаются по всему миру, в том числе доходят до Англии. Гаганди начинают узнавать другие политики в других странах, другие активисты и так далее. Он становится прям мировой знаменитостью. В 1915 году, когда философ уже был в Индии, он начинает активно включаться в политическую борьбу за независимость своей родины. В зависимости от Англии имеется в виду. Благодаря его отцу, который, напомню, был диваном, для него открыты двери практически во все министерства, во все высшие эшелоны власти. А тут еще его собственный авторитет. Связи, короче. Связи у него были, да. Но вот такую политику, такую, как сказать, его методы поддерживают не все, потому что новая философия базировалась на принципах таких, что типа последователи Ганди, они должны отказаться от всяких почестей, титулов, которые дала Великобритания, должны отказаться от работы на госслужбе или полиции или армии, а также от покупки английских товаров. Естественно, для простого населения это кайф, это круто, потому что у них этого ничего и не было. Денег на английские товары у них, соответственно, тоже не было. В тот момент, когда санкции не влияют на обычных людей. Да, потому что ничего это не могут позволить. Некоторые политики, естественно, против, потому что вот эти, особенно титулы и звания, которые дают Великобритания, они им с этими титулами еще какие-то плюшки дают. Это еще и наследственные титулы, скорее всего. Да, это наследство, это звание лордов и прочих таких штук. Это сразу повышает статус. Естественно, они не хотят от этого отказываться, но, тем не менее, большая часть политиков загорается желанием освободить Индию от гнета и добиться независимости. Так вот, этот самый гандизм, он имеет несколько источников в своей основе. В первую очередь, конечно, религиозная штука из-за вот этих всяких вед и прочих штук, особенно вот это ненасилие политика. И в целом, свои вот эти лозунги, так скажем, или политические заявления, они больше были похожи не на... Вот именно не на политику, а на какую-то проповедь. Именно вот из-за того, что это религиозная основа. Нашел, короче, ключик к своему народу. Да, и его часто воспринимают не как политика, а именно как духовного лидера, как вот такого, ну, папу римского, что ли, вот типа того. В марте 19-го года британская администрация Индии принимает закон Роулетта. Это как раз вот про то, что ты говорил, что могут без суда и следствия просто любого чувака, которого заподозрят там в чем-то там, в нелояльности к империи, просто дышь-дышь и в тюрьму. Нет, в индийском кино... Не забывай. Вот, в ответ на это Ганди поразглашает общенациональную сатеграху, ну, то есть забастовку. Миллионы индийцев в назначенный день не вышли на работу, они шли по улицам, выкрыкивая лозунги о свободе и независимости. И все как бы было хорошо, но в какой-то момент вот эта толпа людей становится неуправляемой, она становится агрессивной, и начинаются столкновения с полицией. 13 апреля в Амрицаре 50 солдат расстреляли толпу демонстранцев. Погибли сотни людей, в основном женщины и дети. На поражение прямо... Офигеть. В первом ряду женщины и дети шли, что ли? А? В первом ряду женщины и дети шли, что ли? Почему они в основном погибли? А то все подряд были, просто, ну, видимо, они успели разбежаться. Дети не затоптать могли, и давка, и все такое. Да, да, да. Вот. После такой бойни Ганди становится решительным противником Британской империи, начинает активно агентировать за то, что мы должны быть... Мы должны прогнать колонистов, должны быть независимыми. В 1920-м Махатма вновь объявил всеиндийскую сеттия Грахо, призвав соотечественников бойкотировать имперскую текстильную монополию. Дело в том, что весь хлопок с индийских плантаций он отправлялся в Англию, там уже делались какие-то ткани и прочее-прочее, и опять все привозились в Индию, и уже втридорого предавались самим же индийцам. Это как-то совсем нагло. Это очень... Ну, это империалистическая политика. Это, типа, в те времена очень многие империи именно так и действовали. В самой же Индии производство ткани, естественно, под запретом. Вам ничего нельзя, мы сами все привезем. С того времени символом национально-освободительной борьбы стала ручная прялка. Вот у нас есть фотография, очень знаменитая, где Махатма, собственно, сам прижет вот с такой ручной прялкой. Сотни тысяч индийцев стали ткать дома и сами торговать тканями, ну, нарушая, собственно, закон. Махатма же верил, что вот такое, ну, кустарное производство, ручное ткачество, оно позволит обрести стране хоть какую-то экономическую независимость, потому что вся промышленность находилась под... ну, в руках британцев. Слушай, ну, он же рекламы на радио не давал, по телевидению не выступал. Да он просто сделал, кто-то увидел, и сразу тут же на тысячи людей информация распространилась. У него было очень много последователей в разных штатах Индии. И, естественно, он, допустим, это, типа, не так было, что, типа, завтра мы выходим, а, условно, он дает, там, месяц на то, чтобы эта информация распространилась. И, типа, вот, типа, ребят, через месяц, в такой, там, 6 апреля, там, не знаю, типа, в марте он дает, что вот мы в апреле начинаем вот эту сатиографию. Ну, а с прялкой как? А с прялкой вот он, типа, тоже говорит, типа, давайте бойкотируем, не покупаем вот эти все у них ткани, сами начинаем плести. У вас есть месяц на то, чтобы сделать ручную прялку. А у многих она уже есть. И так, домашняя. Как листовки раздавали, как сделать эту прялку? Листовки раздавали, отправлялись в телеграммы, письма в разные штаты и так далее, чтобы это все было единым порывом. Потому что, типа, ну, вот так вот распространяясь, причем в те времена нету ни телефонной связи толковой, ничего нету, быстро распространять информацию невозможно, поэтому, если это будет медленно распространяться, это очень быстро пресекут. Да. Поэтому надо резко и сразу везде. Да, поэтому он дает небольшое время, типа, чтобы все подготовились. И потом, типа, в назначенный день херакс, и все делают. Так надо. Херакс. Как надо. В итоге Ганди арестовывают как зачинщика всего этого дела и осуждают на 6 лет. Он отбывает весь срок, как, собственно, и проповедует, и возвращается после тюрьмы к обычной жизни. Его недоброжелатели, естественно, считают, что после такого долгого тюремного заключения он, типа, сломался, он дальше не пойдет, все спокойно, дальше работаем, ребят. Но, по словам самого Ганди, тюрьма дала ему время переосмыслить свою теорию, найти проблемные места, и в итоге Ганди не возвращается в семью, а основывает ашрам. Это такой, как объяснить-то, приют, короче, куда все могут прийти в любой момент и послушать его. То есть он там же проповедует, он там же раздает помогать беднякам и так далее, и так далее. Короче, свой храм, грубо говоря. Ну, более социальная такая штука, это не религиозная, вот что. И там вот как раз он начинает, продолжает, вернее, политическую деятельность, ежедневно в его ашраме собирается очень много народу, чтобы послушать Ганди. Свидетели тех дней, кстати, рассказывали, что он был вообще никудышным оратором, типа, непонятно вообще, как к нему, за ним столько последователей пришлось, потому что говорить он толком не умел. У него был тихий голос, у него были такие невыразительные жесты, но при этом, при всем, он был безумно харизматичным чуваком, и вот этой харизмы хватало на сотни людей, которые собирались там вместе. Там слышали, два-три передних ряда, остальные просто вот как завороженные смотрели на него и готовы были идти за ним. По продолжениям, его политик стал так называемый соляной поход. Опять же, это британский закон, который только британцам давал монополию на выпаривание соли из моря, индийцам это было запрещено делать, и в итоге он вместе со своим приспешниками отправляется в 400-километровый пеший поход к морю. Они 400 километров несколько там недель, по-моему, идут, к нему за это время еще больше народу, сначала сотни, потом тысячи людей присоединяются к этому походу, они доходят до берега Аравийского моря и демонстративно начинают выпаривать соль из моря, нарушая, собственно, этот закон. И об этом весь распространяется, естественно, по всей Индии. Прям такая акция, короче, мощная. Да, это прям перформанс целый был. То есть он шел, все власти знали, зачем он... Как, короче, ну ладно. По факту он идет и идет, никого не трогает. Да, идет, идет, но вот пока не дошел, он ничего такого и не сделал. Но вот дошел, нарушил закон, его подхватывают десятки тысяч индийцев по всему берегу, по бережью, и все тоже начинают выпаривать соль. Естественно, его опять сажают в тюрьму, естественно, опять волнение народа, и он идет на сделку с властями. Вы освобождаете всех политзаключенных, я стопорю всех вот этих индийцев и говорю, типа, давайте, все, прекращайте. И в итоге, да, его освобождают из тюрьмы, освобождают там десятки тысяч политзаключенных, и акция прекращается. Первая трещина британского режима. Да, да. Вот. Надо сказать, что таких акций было очень много. Так или иначе, он расшатывает всю эту систему, ну, практически в одиночку, потому что его современников таких же активных было, ну, там по пальцам счесть, может быть. Там очень хорошо его поддерживала интеллигенция. Это вот всякие поэты, писатели, ученые. Гораздо меньше, но тоже все равно поддерживали политики. Именно индийского происхождения, естественно, британцы не хотели. Но так или иначе, систему он расшатывает. В 32-м году Ганди начинает кампанию против дискриминации касты неприкасаемых. Да, ладно. Да. Он глубоко убежден, что неприкасаемые такие же люди, как обычные. Для контекста, для тех, кто вдруг не знает, в Индии очень серьезная и уважаемая кастовая система, она уважается среди самих индусов. Это религиозная штука. И то есть там, если, допустим, в сословии ты можешь, допустим, родиться в семье торговцев, а потом стать там ремесленником, например, или еще кем-то, то с кастой определенной ты рождаешься, и ты из нее никак и никогда не можешь уйти. И при этом есть каста неприкасаемых, которые, по сути, даже за людей толком в Индии не считаются. Им поручают только самую грязную работу, то есть убирать трупы, убирать там всякие испражнения и так далее, на свалках работать. То есть то, к чему нормальный индиец никогда бы в жизни не прикоснулся, потому что это считается осквернением твоей души, твоей касты. Почему они такие? Почему неприкасаемые? Откуда они взяли систему? Ты знаешь? Это вообще прошло очень давно, потому что этой системе более четырех тысяч лет. Они пошли еще из вед, потому что в те времена, когда-то давно, такие люди были необходимы, потому что нужно было убирать трупы из деревень, и кому-то это надо было делать, как бы никому не хотелось, вот и придумали касту неприкасаемых. Им бонусов никаких с этого нет? Абсолютно нет, это очень унижаемая каста, их никогда не пускали в обычные храмы, для них были отдельные храмы, которые только для них и все. Если их касаешься, то ты, считай, оскверняешь свою карму, оскверняешь свою душу, и ты в следующей жизни можешь переродиться плохим каким-то человеком. То есть их бить нельзя, насильственное действие? Их вообще трогать нельзя, но их при этом унижают и угнетают как только могут. Знаешь, почему я не могу понять, почему они не организовались, и их же много? Если это уже из поколения в поколение. Да, это такая штука. Они верят, глубоко верят, что так должно быть. Им же сами же родители, наверное, объясняют, что... Да, то есть есть какая-то там каста брахманов, например, которые священники. У них свои какие-то плюшки и свои какие-то там... Мало, конечно, но минусы тоже наверняка есть ограничения, но тем не менее. Плюс пять к магии, два к... Минус два к вынослив. Да. Вот. И Ганди идет против этой системы, чем очень многих удивляет, потому что он сам глубоко верующий человек, и он пытается искоренить вот это отвращение и недоброжелательность к неприкасаемым. Естественно, делает вот он все своим примером, приглашает в свой дом, вместе с ними садится за один стол, трапезничает, ездит вместе с ними в отдельных вагонах метро. Ой, не метро, а в поездах. Поездах. Да, там был... Его даже так и называли пассажир третьего класса, потому что для неприкасаемых были отдельные вагоны, вагончики прямо очень плохие. Ты знаешь даже, что его спрашивали там по поводу этого? Нет, ну-ка расскажи. Типа, почему вы ездите, ну, имея такой статус, ездите в поездах третьего класса. Он говорит, потому что нет четвертого класса. Ну, да. Такой, короче. Он же спартанец, аскетизм и прочее. Так или иначе, здесь он не добивается никаких значимых успехов. По сей день в Индии есть такая каста. Но, тем не менее, одна из его заслуг в том, что в конституции Индии, которая сейчас есть, которая, ну, она немножко переработана, но так или иначе, есть прям пункт о том, что неприкасаемые считаются типа нормальными обычными людьми и типа дискриминация неприкасаемых преследуется. Ну, юридически, короче, это просто прописали. Да, на словах как бы оно есть, но в реальной жизни в Индии так до сих пор. А вы видели, когда осуществляли... Мы, кстати, не сталкивались с такими людьми. Ну, может быть, просто не поняли. Ну, а как вы могли узнать, что они неприкасаемые? А как мне понять, если я индус? Ну, слушай, они, мне кажется, между собой понимают и знают. Да, то есть там такая достаточно... Они же все деревнями живут и так далее. А в крупных городах нет, что ли? В крупных городах таких такого меньше просто, намного меньше. Это там более светская жизнь, а в деревнях она более религиозная. И как бы, ну, это понятно, четыре тысячи лет они таким укладом живут, и за одну жизнь человека это не меняется. Да, 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 это правда. Также Ганди дважды писал Адольфу Гитлеру. У него было два письма. Одно в июле 39-го, накануне Второй мировой войны, и одно в декабре 40-го. Причем в обоих письмах он называет Гитлера «дорогой друг». Да ладно? Да, за это, естественно, его там потом как только не это не поносили, как только не преследовали и так далее. Но вот сейчас я даже скажу. Во втором письме он писал, цитата, «То, что я обращаюсь к вам как к другу, непростая формальность. У меня нет врагов. На протяжении 33-х лет делом моей жизни было заручиться дружбой всего человечества, независимо от расы, цветокожи и вероисповедания. Мы не сомневаемся в вашем мужестве и в том, что вы преданы своему отечеству. Также мы не верим в то, что вы чудовище, каким рисуют вас ваши противники». Он обращался к нему друг не потому, что он ему друг. Типа он со всеми. Без исключений. Даже таких. Ну и плюс, как бы надо понимать, в те годы еще в целом в мире даже никто толком не знал, что такое нацистский режим, какие звезды там происходят и кто такой Гитлер. Поэтому его критиковали, но как бы... Постфактум. Постфактум уже больше, да. Ну, к слову сказать, оба письма остались без ответа, поэтому не назвать, что это дружеской перепиской. Ну и в принципе, он же ему ничего такого не написал, ни поддержки, ничего. Не, он его как раз-таки призывал прекратить войну или там не начинать войну и так далее. Ну понятно. То есть он как раз-таки за мир во всем мире. Но что-то, правда, какая критика? То, что вот он его другом называется. Ну понятно. Ну вот. Dear friend. Так думаешь? Да, к слову уж, ладно. Он состоял также в переписке с Львым Толстом. Они с ним лично не виделись, но... Как клево, да. Просто времена. Да, он... Лев Толстой, я где-то видел фразу о том, что он глубоко восхищался Ганди, что типа вот то, что вы делаете, это очень круто и, ну, хорошо было бы, если бы многие страны пошли, последовали вашему примеру. Многие вот именно колониальные имеются в виду. А вы восхищаетесь Львым Толстом? Блин, слушай, я не знаю его биографии. И кроме того, что он там всех девок на селе... Что опять? Там не очень хорошая у него биография. О нем очень противоритивая. Ты, кстати, можешь нам рассказать про Льва Толстого, если хочешь. Это махина, ребят. Ну ладно, махина. Я не вытяну. Я могу Джим Керри. Так это и не, знаешь ли, пальцем деланный. Ты потренировался на Джиме Керри с Мухаммедом Али? Хорошо, давай так. Не вырубай эффект перестороненно. Я сейчас просто... Я обдумаю ваше предложение. Нет, ты не вырубай тогда эффект Хакимова. Ладно? Давай, надо сделать. Давай так. Ребят, если вам интересно про Льва Толстого послушать именно от Рустама... В исполнении Рустама Хакимова. Напишите об этом в комментариях. Пусть толпа рассудит нас. Знаешь ли... Есть же... Помните, в Гладиаторе. Знаешь, Маргарет Тэтчер тоже не сразу делалась. Ты не надо, не сразу. Нам надо резко, быстро взять за бороду, что называется. Плицклик такой. И показать. Делов на пять нельзя. В общем, ребят, да, вы услышали. Если вам интересно, напишите в комментариях. Лев Толстой. Ну ты сам же. Сам поднял эту тему. А в глазах войны и мир. Придется прочесть. А мы возвращаемся к Махатме Ганди. Давайте. С одной стороны, он, конечно же, публично осуждал фашизм и нацизм. С другой, призывал индийцев не, как сказать, не поддерживать англичан в войне. Он смотрит на меня? Он задумался уже. Все. Ладно. Вот. И вот это такая двойственная политика. По идее, он говорит, типа, фашизм это плохо, но на войну мы не пойдем с ним. И она понятна в том плане, что он пытался так самым выгнать англичан со своей земли, потому что, типа, ребят, чем вам нами заниматься? У вас есть более серьезные дела. Мы вас поддерживать не будем ни в каких обстоятельствах, поэтому займитесь там важными делами. В 42-м году в Мумбаи Махатма публично призывает индийцев не сотрудничать с властями и требует, чтобы британцы покинули Индию. Естественно, за такие речи его, всю его семью сажают в тюрьму. И всех его, кстати... Насколько? Два года. Два года продлилось его заключение. Сажает-то вроде на более долгий срок, но выпускает раньше. Дело в том, что его жена скончалась в тюрьме в феврале 44-го от обострения бронхита. Сам Махатма подхватывает малярию, очень тяжело болеет, тяжело переносит, и власти понимают, что если Махатма скончается в тюрьме, это, пиши, пропало. Будет мучеником. Будет мучеником, начнется бунты, начнется вот это все. Поэтому его быстренько вот в тяжелом состоянии, но выпроваживают из тюрьмы. Он встает на ноги, он вылечивается, и уже вот завершается война, и он идет на договоренности с властями, чтобы как бы... Он приходит, руки в боки, если не хотите волнений, всех политзаключенных выпускайте. И идут на сделку с ней. И опять выпускают? Даже с кем он сработал? Более ста тысяч политзаключенных. Да ладно? Чтобы вы понимали, сколько их там было. Офигеть. Сто тысяч человек отпускают, просто чтобы ничего не произошло. Слушай, это же время Второй мировой. Это после Второй мировой. А, это уже после, да? Да, по окончании. Вообще, как-то, наверное, же ослабило, да, все-таки Британию в этом смысле. То есть им далеко, на другом континенте... А как будто, мне кажется, наоборот, напрягла. То, что далеко, это пофигу вообще. Британия всю свою жизнь вела колониальные захватнические войны, и у них по всему миру были колонии. Ну да. Я просто хочу сказать, сколько денег было, да, потеряно во время Второй мировой войны. То есть это же надо содержать этих ребят тоже, которые живут... Как раз таки... Оттуда, наоборот, выкачиваются. Да, это, короче, была забавная фраза, типа, по-моему, Екатерина Вторая сказала, когда... Кто продавал у нас Аляску? Екатерина Вторая. Она сама, мамочка. Вот. Она как раз таки сказала, типа, ну, почему вы продали Аляску? Она сказала, мы не можем обеспечить эту колонию. Хотя весь мир выкачивал, наоборот, из колонии свои деньги. А вот я, видишь, я по-русски думаю. Да. Я поэтому и говорю, что вот забавный факт. Заканчивается война, создается Объединенная Организация... Как? Организация Объединенных Наций? ООН. Кто он? ООН. И там как бы на этом совете принимается такая резолюция, что ли. Ну, в общем, говорят, ребят, короче, колонии — это фигня. Мы за права всех граждан, поэтому давайте-ка все свои колонии расформировайте. И в 46-м году будущий премьер-министр Индии и воспитанник Ганди звали его Джава Харлал Неру. Джава Харламов. Вот. Он получает от англичан мандат на формирование национального правительства. И, с одной стороны, это заслуга Ганди, естественно. Но, с другой стороны, как будто бы оно все в любом случае само бы пришло к этому, да. Точно в 46-м году, да? В 46-м году, да, это вот конкретно мандат он получает... Или стало быть колонии? Подожди, еще нет. А, вот. Вот. Он пока получает просто мандат на то, чтобы вспоминовать правительство. Глава всей индийской мусульманской лиги, была и такая, Мухаммед Алиджинна, выступает за отделение от Индии... Слушай, вот так, кстати, у нас есть выход. Выпуск про Мухаммед Алина. Не, я думал, ты закончишь. Выступает за отделение от Индии... Пакистана. Пакистан. Вот. 16 августа в Калькутте состоялся митинг массовый в поддержку идеи о подделении. Акция сопровождалась погромами, массовыми убийствами, более 4 тысячи человек погибли. Это делал не Ганди, это делал как раз-таки Джинна. Естественно, это положило начало вот этим столкновением индуистов и мусульман, а там было чисто на религиозной теме, потому что в Индии, именно конкретно в Пакистане жило очень много мусульманских общин и вот всего вот этого. И они говорят, типа, мы, блин, мы отдельное государство, мы вообще с вами никак не контаким, нам надо свои границы. Ганди, естественно, противник всего этого, он за единую крепкую Индию, и вот так, чтобы как бы примирить, он еще один перформанс устраивает, он обходит весь регион пешком. И сколько это километров, я понятия не имею, очень много. Вот. Он уже взрослый, понятно. Уже после малярии, уже после двух сроков. Да-да-да, он уже все выздоровел, вылечился. Вот. Он вот такую акцию совершает, типа, призывая к миру. Но, спойлер, ни к чему это не приводит. Индия, вернее, Пакистан отделяется от Индии, причем очень плохо, у них до сих пор очень плохие отношения. Столкновения, их признают отдельными доминионы, типа, не отдельные страны, а, как сказать, две разные территории, будем так говорить. И столкновения продолжаются на основе вот каких-то там, в итоге, короче, там все доходит до того, что из-за каких-то территориальных споров начинается первая индо-пакистанская война, а их там две или три было. И до сих пор индийцы недолюбливают пакистанцев. Мы даже это слышали, помнишь, постоянно, типа, что Пакистан... Они прям не любят, они вообще ненавидят. Почему вы тебе тогда такую кликуху придумали, именно приехав в Индию? Причем, это было вообще, было мне стрёмно, потому что, как бы, мы узнали об этом. И на меня показывают, Леха Пакистан. В аэропорту индийского, что ты понимал? Леха Пакистан, идем мы. Мы решили, что его так... Мне было вообще некомфортно. А ты знал уже, да, правильно? Мы уже сознали, да. А мы нет. А я не знаю, почему вы не знали. Нет, Леха Пакистан... Нет, вы узнали, поэтому что-то меня Пакистан называли. Очень умно. Было очень некомфортно. Вот. Махатма, живший во время, в то время, как раз, когда Индопакистанская война начинается, он в то время живет в Нью-Дейле, и он проводит многодневные голодовки в знак протеста против насилия. Но ни к чему это не приводит, как я сказал. И идет кушать. И идет дальше кушать. Традиционалисты давно не любили Ганди. Они, во-первых, за то, что он поддерживает неприкасаемых, во-вторых, он там какие-то связи с мусульманами имеет, в-третьих, он что-то вон с Пакистаном туда-сюда и так далее. Они, в общем, его недолюбуют. Конкретной позиции нет. Замер во всем мире, чтобы все было хорошо. Да, конкретной позиции нет. Ну и плюс, типа, религиозная штука очень такая сомнительная достаточно по поводу каст. Вот. А плюс того, они же ввинят как раз-таки Ганди в том, что Пакистан отделяется от Индии. Типа, ты разрушил нас. Вот. И в январе 48-го года состоялось первое покушение на жизнь Ганди. Экстремисты бросили самодельную бомбу в толпу, собравшуюся в парке у его дома. После инцидента Ганди, он не пострадал, пострадали только вот те, кто это. Там были, во дворике находились. Вот. После инцидента Ганди предлагали усиленную охрану и отказ от публичных выступлений. На что Ганди заявляет резкое нет. И через 10 дней на том же месте на него совершается второе покушение. Как раз во время одного из таких вот проповедей к нему подходит какой-то чувак и просто три раза в упор стреляет в него. И он насмерть? Да, насмерть. Мимо. Убийца оказался националист Натурам Годсе. Его скручивают на месте. Он пытается совершить самоубийство, но ему не дают это делать. Скручивают на месте. И что делают? Приговаривают по вешению. Правильно. А в Индии смертная казнь тогда была? Да. А сейчас интересно? Сейчас? Не знаю, кстати. Нет, наверное, нету. Не знаю. Самосуд есть, 100%. Религиозные суды есть. Но вот... Официально, да? Официально точно вряд ли запрещено. А пишите комменты, если кто-то знает. Вот. Но в итоге философия Ганди навсегда меняет политическую практику, демонстрируя человечеству эффективность мирного протеста и такого пассивного сопротивления. Его идеологии впоследствии вдохновляются целое поколение политиков по всему миру. От Мартира Лютера Кинга до Нельсона Манделлы. Сегодня во многих городах есть памятники и мемориалы в честь Махатмы. А его день рождения, 2 октября, официально провозглашен ООН Международным днем ненасилия. Круто. Слушайте, очень интересно, но вот что любопытно, да, вот про этот метод ненасилия. Так он, получается, работает все-таки тогда, когда абсолютное большинство населения согласны. Согласны и могут повлиять настолько, что у тебя экономика встанет. То есть, если у тебя условно три человека с завода не выйдут на работу, ничего страшного. Но если у тебя три тысячи человек не выйдет на завод, это уже, извините, с этим надо считаться. Да. И он, да, меняет всю вот эту штуку, которая зародилась, ну, будем так считать, зародилась и продвинулась Францией. Это насильственные бунты, это погромы и прочее, когда ты наносишь материальный ущерб. Тут он показывает, что можно и по-другому, ребят. Можно просто оставить их без рабочей силы. Есть суперфильм 1982 года с Беном Кингсли в главной роли он играл Ганди. Знаете его? Я видел отрывок. Ну, понимаешь, о ком я говорю. Вот. И в этом фильме, фильм называется Ганди, и вот в этом фильме очень хорошо показан момент, когда уже вот люди приходили к нему и говорили, мы не можем без насилия, ну, мы не можем не отвечать на... На агрессию. Дай нам знак. Не знак, а дай нам, ну, типа, это, отмашку, чтобы мы их просто... Дай волю, да. Разреши. Он до последнего упирался, до последнего говорил, нет, так не работает. И, кстати, вот в этом фильме очень хорошо снят, вот чувствуется какая-то такая, знаешь, глубокая вера самого Ганди в то, что он делает. Вообще всем советую посмотреть. Старый фильм, но интересно смотрится. Да. Вот. Есть еще... Я как бы когда начинал готовить этот выпуск, у меня где-то всплывало о том, что вот он же обед целомудрия принял. Но, типа, вот, его там видели, тра-та-та, сам в оргиях участвовал. Но в итоге я по итогу вообще ничего не нашел такого. А то есть не было никакой информации? Видимо, не было. Но либо оно очень так сильно подчистилось все хорошо, что аж прям ни следов. Ну, он же в 37 лет вообще отказался от секса, в принципе. Ну, он уже успел, что называется. Позаниматься этим? Мне еще два года. Да. Ну, он, типа, прожил очень... Ты даже поняли? Не. Да, прям в глубокой старости. Да. А сколько он, во сколько лет умер? Ой, слушай, что-то я не посмотрел. С 56-го до 1948-го. 80 с чем-то лет, короче. Нормально. Ну, он же дедушка уже. Так вот, за этого я не хотел усиления охраны уже, типа, ну... Да, мне уж пора, типа, да? Да, да. Что-то не... Вот. Ну, и понятное дело, что в поп-культуре он огромный отпечаток оставил. Ой, много где он появляется. И в мультиках даже. Помните мультик был, где что-то молодые Авраам Линкольн, Ганди, Клеопатра? Не помните? А я тоже не помню. Ну, если что, вот вам идея для мультика. Нет, он есть. Я не помню, как он называется. Айдар Нагуманов. Спасибо. Рустам Хаким. Спасибо большое. Данил Пересторонен. Искренне благодарит. В третьем лице я себе решил. Это был Мификал Подкаст. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментарии про Льва Толстого. Не забудьте этот момент. Всем пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова